Всем привет! С вами Элис, и это вторая распаковка огромного количества посылок с куклами для вас. В прошлом видео, смотрите ссылку на него в описании, мы с вами распаковали, между прочим, 5 посылок, а на очереди еще 6. Не будем затягивать с этим приветствием. Погнали раскрывать! И, пожалуй, начнем распаковывать вот с этой огромной посылки. И да, я показываю вам обратную сторону и коробки, поскольку там написано очень много всего, что точно не нужно знать. Почти все эти куклы были заказаны из Франции, а некоторые из Англии. О, боже мой, я вижу огромное количество открытых куклов. Хочу открыть это так вот. Не получится, ладно. Первая кукла. И это Нейтан Рот. Это второй уже, как вы можете заметить. Первый приходил в первой посылке. И да, у тобой действительно проблемки с его щеком. В общем, теперь мы можем сравнить двух ребят. Даже кеточку не положили. Ладно, как говорится, на все есть своя цена. Я уверена, что там были свои привилегии. Пардон и муа. Это что такое? Что-то такие. Вообще, при чем тут этот пакет? Приятно пахнет. Вот так вот я, собственно, не открываю кукол. Молодец. Чудесно. Каладин Вольф из коллекции Тройнаца Джуланин. Ту-ту-ту. Всем привет. Я Каладин Вольф. И вон я. И меня уже открывали в первой посылке. Да, действительно, она к нам уже приходила в первой посылочке. И у нее чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть разболтанный шарнир. Также подставка, вернее, оуч, макаринна. Короче, просто посмотрите на эту подставку. Че с ней происходит? Она пляшет? На нее сели? Или ее просто расплавили? Такой вариант тоже приветствуется. Коротко о том, что я достаю. Пакеты пустые. Пустые пакеты. Молодец. Чтобы просто не помять кукол. Также подставка. Подставка. Подставки хорошо. Вот этот человек, который отправлял, видимо, совсем другой. Я не смотрела по инвойсу, что, как, да кто. Не в курсе. Чисто могу догадываться. У него пришли куклы в более хорошем состоянии. Хотя, опять-таки, шарниры я вот чувствую, что они сильно разболтываются. Вы сами можете убедиться в этом. Зато волосы у кукол очень хорошие. Я такие всегда выделяю. И вот смотрите. Алиса 16 лет. Скоро 17. А она занимается вот этим. У-ху. Карусель, карусель. На-на-на-на. На-на-на-на. Своей куклы я могу сделать вот так. А у нее, видите, все разболтывается. Увы. В этой посылке еще и шло огромное количество аксессуаров. Вот в таком вот пакетике. О-о-о. Кручу-кручу. Запутать хочу. Опять-таки же пакеты. Спасибо. Они мне в бытовой жизни пригодятся. Также четыр... О-о-о. Ненавижу, когда куклы падают. Мне их сразу так жалко. Пожалуйста, не надо. В общем, четвертая кукла. Это Клодин Вульф из коллекции Скорейш. Здравствуйте. Я Клодин Вульф. Видимо, человек, который продал этот лот, просто задолбался уже видеть эту Клодин Вульф. Потому что ее слишком много. Еще одна стойка. Она сломана. Если вы можете заметить, вот такой вот разлом здесь. Я надеюсь, камера передает это. Есть такой маленький дефект. Нормально. На этих подставках уже и посидеть успели, и постоять. Что только не сделали с ними, по-моему. Все. Коробка на этом пуста. Ну, вернее, там остался какой-то пакетик. Давайте с вами распакуем вот эту посылочку. Кстати, что самое смешное, здесь даже написано то, что, где я ее купил. Здорово, правда. 36 размер. Кстати, ничего, такие кроссовки я поносила. Открываем. Здесь уже все намного проще с распаковкой. Вот таким вот образом открывается эта коробка, как самый настоящий подарочек. И здесь мы можем заметить бумаги. Так не люблю трогать эти бумажки крафтовые. Фу, прям неприятно. Не знаю, почему. Может, у меня такие пальчики просто слишком чувствительные. Так, ладно. О чем это мы? О куклах. О, Торелий Страйп. Я уже вижу кошечка. Что-то там у меня вывалилось. Скорее всего, кофеек. Кошечка, кошечка. Мяу, мяу, мяу. Торелий Страйп из коллекции Кофе Сбин. У меня по-другому не получается. Ой, слушайте. Прикиньте, ей даже лак сделали. О, жесть. Лак. Я в шоке. Я в шоке. И мне кажется, что ее подстригли. Хотя ей такая прическая длина идет. Что-то я запуталась уже. Welcome. И так же третий, третий Нейтан в рот. Я его как мумию, значит, вынимаю из бинтов. Нейтан, добро пожаловать. Ты уже третий. Пополняй ряды. Ну что, он обычный. Что, он ничем не отличается от других. Все, класс три. Нейтан, зашибись. Но вы не думаете, что это мою коллекцию. Это все для вас. Поэтому я особенно трепетно к ним сейчас отношусь. На столе уже полная неразбериха. Хотя, еще целых четыре коробки. Ну, давайте с вами распакуем вот эту посылку. Она у нас пакетик. Но я чувствую, что там какая-то куколка в коробке. Короче, все. Хорошие спойлеры. Фу, опять эта неприятная коробка. Так, будем методом тыка. Все, отлично. Ой, господи, я могла бы так и коробку поранить. О, и это Abbey MeNable. Она не базовая. И это я заметила по ее значку. Она из... О, она еще и французской версии. В общем, она из коллекции полуторной базовой серии. В общем, если вы понимаете и шарите, тогда поздравляю. К сожалению, тут такие вот впадины в этой коробочке. Не знаю, показывает ли это камера. Надеюсь, да. Хочу вам все это показать. Честно говоря, только сейчас поняла вот это отличие. А то у меня лежат куклы, и вот я все не понимала. Чем же они отличаются? Только видела, что разная печать глаз. Теперь перейдем к вот этой посылке. Она какая-то вообще огромная, но занимает очень много места. Ее стоит поскорее открыть. Берем резак и аккуратно сейчас все это вскрываем, чтобы не поранить кукол. Кстати, да, тут даже написано, что куклы заказаны с Ибэя. Пожалуйста, не задавайте мне вопросы, где ты заказала эти куклы. Я надеюсь, что вопросов, комментариев, где были заказаны эти куклы, будет немного. Почему я не супергерой? Где моя сила? Первый раз вижу, чтобы еще куклам положили вот это. Хотя это обычно к технике кладут. Ну, спасибо. И это еще одна кукла. Это Тора Ли Страйп, базовая, и она американской версии. Но что самое интересное, она так же, как и другие куколки, которые стоят у меня сейчас там сзади на диване. Она уже распакована и чисто находится в коробке. Переходим к вот этой посылочке. И вы не против, если я перейду на эту сторону? Не могу себе представить, но осталось всего лишь две коробки. Вау. Вот это куча кукол. Вот это я понимаю, кайф. Ну что ж, давайте смотреть. Начнем, пожалуй, с этого пакета. А это я пока отложу в сторону. Ой, ну и запашок. Такой старенький. Как будто бы полежало на чердаке лет сто. Мотоцикл. Гули ел все. Который у меня упал. И так же гули елпс. Еще в этом пакетике лежала расчесочка. Ой, у меня такие проблемы с этими бантиками, что придется рвать. Гули елпс. Она в очень хорошем состоянии, ничего с ее прической плохого не произошло. Мне еще прилагается вот такой вот ее питомец, совушка. И так же рюкзачок. Ау, моя рука. Как же больно. Если бы вы видели, что тут творится. Полный кошмар. Как все упаковано. Короче, ребята, я вас буду ждать в третьей части. Подписывайтесь на мой канал, активируйте колокольчик. Не забывайте про мои социальные сети. Скоро третья часть. А если что, ссылка на нее будет в описании. Be cool and crazy. Пока. Всем привет, с вами Элис и самая большая распаковка посылок за всю историю моего канала. Подписывайтесь на мой канал и мои социальные сети. Не забудьте активировать колокольчик. И пишите в комментарии, видели ли вы когда-либо такое огромное количество посылок за одну секунду. Лично у меня такой опыт впервые. Мне уже не терпится посмотреть, что внутри. Давайте сами не будем терять время и перейдем к вскрытию. И начнем мы, пожалуй, с этой большой посылки. Совершенно не знаю, что находится внутри. Потому что заказывала все, что здесь находится сейчас на столе. Не я. Для меня это такой же сюрприз, как и для вас. И я совершенно не знаю, чего ожидать здесь. Может быть, что-то трэш. Может быть, наоборот, обычное. Уже вижу баблы. Хотя, на самом деле, для французов это очень странно, что они посылают что-либо баблок. Субтитры создавал DimaTorzok